Закурсовский центр города Это место притяжения всей творческой мысли, всех творческих людей нашего города. Здесь они проводят презентации, здесь проводятся вечера памяти поэтов, писателей, художников. Не только нашего города, не только нашей области, но и всех известных людей литературного мира страны. Вот здесь у нас, это как поэтическая гостиная, она еще называется гостиной Северянина и Рубцова. Ну, конечно, вот Леонид Беляев, например, без него, конечно, не мыслится все советская литература. Или, скажем, Андрей Широглазов, который сейчас уже в Москве, но тем не менее, он остается тоже одним из вершин череповецкой литературы. Далее можем видеть здесь и Башлачева, далее можем видеть здесь и Северянина. В общем, все здесь представлено, то, что касается литературы, то, что касается литературного мира нашего города. Но мало того, что это литературный мир, здесь представлены замечательные, например, картины Владимира Паскина, умершего уже художника, но он писал в духе Рубцова, по мотивам Рубцова. Здесь представлены различные, вот, например, можете посмотреть, вот это работа Алексея Контарева. Это семейный повтор, можно сказать, прижизненного бюста Николая Михайловича Рубцова, который в свое время, в 70-м году, в начале 71-го года создал его отец, Геннадий Контарев. Замечательная работа, очень выразительная. Геннадий Контарев работал только с натуры, как говорят, как вспоминают. Поэтому, скорее всего, это прижизненный портрет, повторение прижизненного бюста Николая Михайловича Рубцова. Что еще интересно? Вот авторы, наши авторы. Это уже современные поэты, современные писатели, которые отдают должное дому Рубцова на Советском проспекте, в Доме Знаний. И они приносят сюда свои произведения. Здесь произведения, например, скульптора, такого скульптора, известного, как Александр Михайлович Шибуни. Вот можно посмотреть и полюбоваться такой репликой, эскизом его знаменитого памятника в городе Володя. В городе Володя. Вот в этой витрине представлены подлинные автографы Николая Михайловича Рубцова из коллекции Сергея Дмитриева. Это уникальные вещи, которые Сергей предоставил в распоряжении посетителей Рубцовского центра. Ну, а как же сам Николай Михайлович Рубцов? Он, конечно, тоже представлен замечательно. Вот его, ну, здесь, извините, здесь у нас предновогоднее настроение, поэтому я, с вашего позволения, уберу вот это, эту мишуру. И вот посмотрите, пожалуйста, вот это все прижизненные книжки Николая Михайловича Рубцова. Лирика «Звезда полей, душа хранит, сосен шум». Нужно, чтобы, конечно, была еще одна книжка. Вот это вот «Зеленые цветы», которая была подготовлена тоже, как бы, Николаем Рубцовым полностью. И еще вот эта книжка, это «Подорожники». Но эту книжку Николай Михайлович не увидел при жизни, но полностью подготовил ее. Эта книжка была отослана в редакцию, она тоже может считаться, в общем-то, Рубцовской книгой. Что еще любопытно? Вот если вы посмотрите, здесь просто горы каких-то папок. Это все письма, это все материалы, которые любовно собираются, дарятся клубу «Госпожа провинция», Рубцовскому центру города. И они все систематизируются, выставляются, и с ними происходит постоянная работа. Надо отметить, что город Череповец в лице тогдашнего мэра Кувшинникова, конечно, много сделал для того, чтобы этот центр был именно в таком виде, как мы его сейчас видим. Великолепный ремонт, великолепное помещение в центре города. Видео, которое тоже было подарено Рубцовскому центру. Все эти баннеры, развешанные здесь. То есть, ну, что сказать? Кто-то говорит, что Рубцов не очень популярен, кто-то говорит, что Рубцов в загоне. Но вот в нашем городе состоялось такое событие, как этот Рубцовский центр. И, конечно, дело, это большое событие для города. Большое событие для города. Я приглашаю всех гостей города, приглашаю всех жителей города хотя бы раз в жизни посетить этот Рубцовский центр, посетить его мероприятия. проникнуться любовью Крупцову к другим вологодским череповецким поэтам-писателям с тем, чтобы следующий год, год литературы, нас объявлен в стране, чтобы хотя бы в этот год литература какое-то главенствующее место заняла в нашей городской политике. Хотелось бы, конечно, чтобы это случилось. А теперь давайте пройдем с собственного музея, две комнаты которого я вас еще с ними познакомлю. Когда вы будете на экскурсии, когда вы будете на экскурсию в Рубцовский центр, вам подробно расскажут, как создавались эти стенды, что из себя представляют экспонаты этого музея. Ну вот эта комната, ну это собрание Рубцовского череповца. Здесь, собственно говоря, вот детство, тихая моя родина, детство Рубцова. Вот его друзья, с которыми он когда-то был знаком, дружил. Вот, например, его дочь Елена Николаевна с внучкой уже. Вот безвременно ушедшая из жизни Николай Рубцов. Это внук Николая Михайловича Рубцова. То есть все здесь напоминает о том, что как поэт жил, каких друзей он имел. Вот Александр Хачаторич Хачатриан, например, Вячеслав Белков. Хачатриан еще жив-здоров, оставляет воспоминания, участвует в мероприятиях. Белкова, к сожалению, уже нет в живых. Вот я обращаю внимание на этот портрет Николая Михайловича Рубцова в кепке Александра Александровича Тихомирова, редактора и режиссера череповецкого телевидения, который в 1967 году снимал, когда группа писателей и поэтов Вологодщины, и не только, с литературной миссией прошла весь Волго-Балтийский канал, весь Волго-Балтийский путь от череповца до Вытигры. Вот вы можете посмотреть тот самый подлинный фотоаппарат, на который Александр Александрович Никомиров снимал все известные снимки этой поездки. Вот здесь подлинные фотографии. Ну вот здесь посмертная маска, подарена Московским музеем Рубцова, Майя Андреевна Полетовой, нашему Рубцовскому центру. Это любопытно. Но вот, например, смотрите. Этот корабль, вроде бы что за корабль. А этот корабль СМИ от СОСР, на котором служил Николай Михайлович Рубцов. Это капитан лейтенант Носов, который жил в нашем городе, вот оставил такую память по себе. Он говорит, что полностью, полностью отвечает за все палубные настройки этого корабля и так далее. Вот Александр Михайлович Шибунин, пожалуйста. Владислав Сергеев, который был лично знаком с Николаем Михайловичем Рубцовым. Вот фотография, где они на Цыпиной горе. Все это очень замечательно, все это очень интересно. Но есть еще одна изюминка, в общем-то, в Рубцовском центре города Череповца. Как уже говорил, здесь жила сестра Николая Михайловича, Галина Михайловна Шведова-Рубцова. И вот вы можете пройти в эту комнату и посмотреть некоторые личные вещи Галины Михайловны Шведовой Рубцовой. Вот, наверное, практически с 70-х годов, 60-х годов 20-го века у нее, наверное, не поменялась никакая обстановка в этой комнате. И поэтому вот эту же обстановку видел Рубцов, возможно, сидел на этом стуле. Вот эта самая знаменитая кепка Николая Михайловича Рубцова, о которой я уже говорил. Он попросил, чтобы Александр Дихомиров дал эту кепочку с тем, чтобы он сфотографировался на один из своих сборников. Кстати, эту фотографию Николай Михайлович Рубцов так и не видел. Не довелось ему видеть эту фотографию. А вот очень интересный портрет. Это портрет Даши Рубцовой, внучатой племянницы поэта, недавно подаренной Рубцовскому центру. Это диплом на ее работа. Вот так Николай Михайлович Рубцов, так сказать, выглядит. Видите, держит волны и скалы. Он еще, видимо, здесь только-только начинает свой творческий путь. Но, тем не менее, вот видите, так она видит Николая Михайловича Рубцова. Один из самых интересных эспаратов Рубцова, вот это, казалось бы, заврядная воська, сетка так называемая. Но Сергей Дмитриев подарил ее Рубцовскому центру. Потому что это воська Николая Михайловича Рубцова. Вот, видимо, с ней он и ходил, я не знаю, там, за хлебом и так далее. Хотя он никогда не отличался гурманскими такими настроениями своими. Вот, смотрите, пожалуйста, посмотрите еще раз, здесь, что здесь. Вот еще вещи из квартиры Галины Михайловны Шведовой Рубцовой. Вот какие-то ее подарки друзей. Например, вот ей здесь, вот и псалтырь лежит. Вот какие-то книжки, подарки ей от людей, которые посещали ее, так сказать. Я горжусь тем, что тоже посещал Галины Михайловны. И с этой фотографией она очень, например, интересовалась этим бюстом Николая Михайловича Рубцова. И я держал ее, пока искал материал, пока делал материалы газеты. Но она здорово интересовалась, конечно, этим бюстом. Была очень довольна, что он нашелся этот бюст Николая Михайловича Рубцова. единственный прижизненный бюст Николая Михайловича Рубцова. Вот, все это говорит о том, что, в общем-то, город Череповец любит поэта Рубцова. Я надеюсь, дорогие друзья, если вам понравилось то, что мы делаем с самой временной, мы надеемся, что это не последний наш материал. Субтитры подогнал «Симон»